Всем привет, всем привет! С вами Андрей на канале Урбанист. Сегодня я получил очередную порцию посылочек, три посылки. И все это по треке номеру гаджеты Xiaomi для умного дома. Все это для системы умного дома, которую я постепенно, постепенно, постепенно начал строить. Ну, образно строить, да, докупать постепенно гаджеты для этого дома. Ну что, поехали вскрывать и смотреть, чего я там, блин, накупил. Так, выключатели мы видим. Есть, здесь двойной выключатель. Опа, ну и в комплекте этого двойного выключателя мы видим, что есть наклейка и два болтика. Обычно эти выключатели этим же, этим только и комплектуются. Здесь второй, точно такой же выключатель. Нет, не точно такой же, а одинарный, одинарный выключатель. Одинарный выключатель Xiaomi, ну просто одна клавиша, да. Собственно, комплектация точно такая же у них идет. Проверять я здесь сейчас не буду все эти гаджеты, потому что я просто решил показать, чем я затарился на Алиэкспресс. Здесь будет две комнаты подключены к умному дому. Там будет освещение, в одной комнате три лампочки и во второй комнате две лампочки. Второе, вот это вот, ну судя по всему, это датчики. Четыре датчика. И как-то подгадали китайцы, так классно я заказал в трех разных магазинах. Все три посылки, посылки пришли практически одновременно. Ну, с разницей там в один день. То есть, ну вообще клево, зашибенно. Так, вот так. Ну, вскрывать я их не буду, смысла никакого сейчас нет. Я просто ознакомительно показываю, как я строю умный дом. И немножко порассуждаю. И вот, вот, вот. Акара. Это Акара, это Акара. Самая большая посылка вот здесь. Ого, она и самая тяжелая, кстати. Здесь должно быть пять лампочек. И вот так. В общем, как я и заказывал, пришли вот лампочки. Две RGB-шных. У меня уже одна есть RGB-шная лампочка. И, собственно, вот так поменяем. Блин, опять не той стороной. Вот так. И три white. Они все разойдутся. И, как бы, эти два выключателя будут управлять пятью лампочками. В одном случае они будут, один выключатель двойной будет зажигать три лампочки. Во втором случае одинарный будет зажигать две лампочки. Ну, плюс у одинарного даже там три события есть. Одинарное нажатие, двойное нажатие и долгое нажатие. То есть, три события, а на двойном вообще там куча событий. По одному нажатию на каждую клавишу, по два нажатия на то два, на то два. Удержание с левой кнопкой, удержание правой кнопки. И еще дополнительно нажатие двух кнопок одновременно события. То есть, дофигища просто событий. Ну, да ладно. Не об этом дело. Не об этом разговор. Вот. Вот можно увидеть масштаб закупок на Алиэкспресс. Для умного дома. То есть, чтобы все было, блин, автоматизировано и красиво работало. Это еще не все. Это, скорее всего, еще будут там гаджеты докупаться. Ну, вот, как бы, да. У меня уже подключено 20, если я не ошибаюсь, 22 устройства уже подключено к Xiaomi умному дому. Ну, в Mi i Home мне, короче, показано 22 устройства. Ну, сейчас я для наглядности вскрою там лампочку, например. Подключать и проверять это я уже буду по месту, когда поставлю. А сейчас запакованы они, как всегда, офигенно. То есть, здесь идет защита. Защита идет полная. То есть, здесь на цоколь защита идет. Ну, дополнительный картон. Как бы, эта картонка. Дополнительно здесь защита картона. И дополнительная защита цоколя. То есть, и лайт. Кстати, одна из причин, почему я решил покупать и лайт теперь. Ну, во-первых, они мощнее. Они ярче светят. У них больше настроек. И они лучше защищены. После того, как мне прошлые лампочку одну подогнуло малость. Ну, реально от удара. Там, я не знаю, плясалины на этой посылке. Там вмятина была. И цоколь. Цоколь вогнули. После этого я решил, что, наверное, лучше закупать. Пусть они чуточку дороже. Чуточку. Но они круче. Они реально круче. Вот она. И лайт. RGB. RGB отличается тем, что здесь фиолетовая каемка. Вот. Фиолетовая каемка. Вскрываем white серию. Вот сейчас я вскрыл RGB серию. Вскрываем white серию. Так. Ну, здесь то же самое. Все, все, все. То же самое. Такая же защита цоколя. Все, все классно. Все в традициях. И лайт. Молодцы в этом плане. И вот здесь получается каемочка над цоколем. Желтенькая. Вот и все различие. Ну, визуально только в этом различие. Ну, такое, которое бросается в глаза. Но здесь еще написано очень-очень мелко. Серым на белом. Написано, что white. То есть, ну, белая лампочка. А здесь возьмем. Здесь, здесь, здесь. Написано color. Тоже светло-серым на белом. Ну, чтобы вообще классно было. Видно так-то. Ну, светло-серым на белом. Color. Ну, оно видно, в принципе, да? Если так присмотреться и знать, где искать. Ну, как бы оно не черным. Но это, наверное, сделано для того, чтобы оно издалека вот так не бросалось и не было ничего видно на лампочке. Наверное, это для стиля сделано. Насколько я понимаю. Но это не важно. Это все не важно. Главное, что они работают. Работают отлично, эти лампочки. И пока что мне нравится. Касательно тупления дома. Что бы вы не думали, что вот я затарился, да? И все там зашибенно с этим умным домом, с этими лампочками и всем делом. Нет. Все не зашибенно. Китайцы, китайцы, ну, как сказать, немножко изменилась ситуация в плане системы в общем. То есть, сервера теперь чуть меньше тупят. Но бывает тупят и сильно. Но в основном они стали реже и меньше тупить в плане, когда сохраняешь сценарий. То есть, заводишь новое устройство и на это устройство ты как бы добавляешь новые сценарии. Например, новый датчик подключаешь движение, к нему добавляешь сценарий, связываешь там, например, два датчика вместе, чтобы они управляли там двумя, например, лампочками, да? Или два датчика, тремя лампочками. Это все понятно и оно все как бы работает, сохраняет. Да, оно немножко подтупливает, но меньше. Когда я вскрывал вообще посылку с, в принципе, с хабом сяомовским и с системой умного дома, в принципе, в первый раз, когда я знакомился, у меня тупило безбожно. Хотя вот здесь, непосредственно здесь, 80 мегабит на два канала. То есть, по Украине 80 мегабит, да? А на Китае я даже не знаю, сколько там мегабит. Ну, короче, внутренний интернет офигенный по Украине. Внешне он тоже, там, ограничен, по-моему, 5 мегабитами. Здесь 80 мегабит. По Украине 80, внешне 5 мегабит. Дома он, в принципе, 50 внешний и 100 внутренний украинский мегабит интернет. Как бы, ну, скорость офигенская. Просто, ну, реально, 50 мегабит, ну, с головой. Что там надо, команды передать отдельные, да? Ну, пакет команд передать. Ну, это же, в принципе, немного и недолго. Тупит. Тупит, реально. Когда я вот вскрывал здесь студию, оно тупило просто нереально. Просто нереально. Иногда бывает, иногда бывает выручает. Я не знаю, с чем это связано. Почему так происходит? Ну, короче, такая фигня происходит, что переключаясь на 4G, и оно сохраняет быстрее. Ну, например, иногда можно, переключившись на 4G, можно сохранить быстрее сценарий. Или создать там новые сценарии, побырику это сделать. Не всегда это срабатывает. Что меня удивляет? Я не могу понять, я не могу выявить закономерности. Но иногда оно отрабатывает реально быстрее. Иногда по Wi-Fi, по проводному интернету быстрее. С чем это связано? Объяснить я не могу, потому что, ну, я не знаю внутренней логики, как там в Xiaomi все настроено. Но, что я могу сказать вообще по дому, по общей работе, по включению лампочек и так далее? Вся система тупит. Ну, честно, тупит. Я настроил там дневной сценарий. Определенные датчики, ну, всегда они срабатывают там на включение, да? Ночной режим. И включается это автоматически по таймеру. Можно по кнопке клацнуть, сяомовская кнопка. Можно, ну, или автоматически оно произойдет. Там в определенное время включается сценарий там дневной. Хлоп, оно там пропеликало. Я назначил пропеликать мелодию, чтобы это слышно было, что включился. Пропеликало мелодию, все включилось, все отлично. И ночной режим. Оно отключает некоторые сценарии. То есть, просто выкол делает. Там можно выкол сделать. Выключить сценарий. Такая фишка есть. И как бы оно все, да, оно так работает. Действительно, оно отключает датчики движения. То есть, оно не срабатывает, когда там заходишь в коридор. Да, ну, ночью оно в принципе не нужно, чтобы оно срабатывало там, где тебе не надо, чтобы никого не будило. Ну, это логично. И как бы, вот когда происходит переключение вот этих вот режимов дневной и ночной, как оно начинает тупить? Это просто нереально. Я не могу понять, что здесь такого сложного. Просто признак enable, disable, как бы сценария. Ну, в чем проблема? Короче, оно не сразу продупляется. Оно может вообще там, например, заходишь в ванну, датчик не срабатывает. Вот не срабатывает и все. Ты можешь там плясать вокруг датчика, что хочешь делать. Выйти, войти, 10 раз выйти, войти. Он не срабатывает. А потом там, например, через время хлоп, нормально. Заходишь, срабатывает, все четко. И самое печальное, самое печальное для Xiaomi в принципе, что иногда он просто без всяких переключений там дневной и ночной режим посередине, между этими включениями, да, выключениями, посередине происходит такое же тупление. То есть, оно в определенный момент может начать тупить. Ты заходишь в ванную, ты заходишь там на кухню, например, в коридор проходишь, там, где датчики должны, при срабатывании датчика должен включаться сразу свет. Он не включается. Я не могу понять, почему. Потому что датчики отрабатывают. Я, например, сделал, когда проходишь в коридоре, загорается подсветка на хабе. То есть, я вижу, датчик сработал, на хабе оно загорелось. Но свет, например, который на тот же датчик завязан в коридоре, на Акаровскую лампочку, он не загорелся. То есть, на Xiaomi загорелось, на хабе Xiaomi загорелась подсветка вот эта его внутренняя. Я вижу датчик. Датчик реально сработал. Подсветка там загорелась, она замигала. Ну, в общем, видно, что блымнуло, все. Датчик сработал. То есть, этот сценарий отработал. Но сценарий включения света не отработал. И почему это я? Я не могу это объяснить. И, например, может в ванной работать или не работать? Например, в ванной не работает, ни в какую не хочет включаться свет. В туалете работает, на кухне работает, в коридоре работает. В чем проблема? Непонятно. Потом хлоп, например, на кухне перестает включаться, да, по датчику. Ну, вообще, просто, ну, как бы, недетерминированное поведение умного дома. То есть, реально трудно объяснить его поведение. Ну, просто трудно. И как это исправить, непонятно. То есть, я завел все правильно. В определенный момент оно бывает работает идеально. Просто промежутки времени есть, когда он реально идеально работает. Есть промежутки времени, особенно это касается, когда произошло переключение между дневным и ночным режимом для умного дома. Вот тогда траблы точно начинаются. Тогда максимальное отупление бывает этого всего дела. То есть, ну, вот, что это за фигня, я не знаю. Товарищи, блин, китайцы, Xiaomi, услышьте меня. Ну, это ненормально. Я не знаю, меня парит. Да, я подключен на китайские сервера. Но это ж не означает, что умный дом должен тупить. Тем более, я затарился так неплохо гаджетами. Ну, прикольная тема, когда ты заходишь, ничего тебе не надо клацать, оно само выключается. Ты заходишь, оно само включилось. Ты выходишь, оно там через время выключилось. Удобно. Как бы тебе вообще не надо напрягаться по поводу освещения. Оно все само делает. Ну, классно. Вот такая тема. Ну, блин. Тем более, этот шлюз стоит, Xiaomi, выключатели стоят, все. И самая фигня, самая фигня, у меня же выключатели стоят, эти лампочки, да. Датчик не сработал. Ну, да ладно, бог с ним. Иногда бывает, выключательно включаешь, включается лампочка. А иногда бывают такие траблы, что от датчика не сработало. И выключатель, клацаешь, он не срабатывает. Хотя клацаешь на кухне, он загорелся на кухне. Клацаешь ванной, он не загорается. По датчику не срабатывает. По выключателю не включается. Потом через время хлоп сам включился. Ну, когда ты там стоишь, моешь руки, да. Оно может через время включиться там. Ну, в общем, я офигеваю. Почему такая херня с этими датчиками? Ну, не с датчиками, датчики, блин, отрабатывают. Видно, что они отрабатывают. Почему вот такое тупление происходит? Почему такая рассинхронизация действий происходит? Почему не происходит обработка событий моментальная? Я не знаю, что вы там на бакопоре, но, ребята, когда уже стоит где-то 22 устройства в умном доме, эти датчики начинают как-то немножко... Ну, не датчики, блин. Я так понимаю, это, скорее всего, в ПО проблема. В ПО и в серверах. Что-то надо менять, что-то надо переделывать, потому что оно работает фиговато. В общем, мне нравится. В общем, положительная фишка. Но хотелось бы, чтобы вы со временем это все исправили, и чтобы умный дом работал как настоящий умный дом. Чтобы я 100% был в нем уверен, что когда я зайду в ванную помыть руки, оно работает. Даже не надо будет клацать на выключатель. Ну, то есть, в нужном режиме, то есть, когда, ну, например, у меня дневной режим, да, то есть, я вошел, оно сработало. Вот хочется, чтобы оно так работало. Ребята, Xiaomi, сделайте что-нибудь. Ну, блин. Столько уже гаджетов, и хочется, чтобы умный дом работал идеально. Реально идеально. Быстро отрабатывал. В общем, товарищи Xiaomi, услышьте меня. Ну, блин, сделайте, сделайте вы. По-нормальному все, чтобы... Классный новый включатель. Оно загорелось. Вошел, датчик сработал, оно загорелось. И это было железно. И всегда сделайте это, пожалуйста. Ну, потом уже парит, блин. Заходишь в ванную, руки помыть, а там темно. Хотя я знаю, что датчик должен отработать. Я выхожу, ладно, блин. Ну, ладно. Опять тупим. Выхожу, клацаю на выключатель. Оно не загорается. Так как выключатель-то логический. Он висит... Ну, как бы он не связан ни с чем, ни с проводами, ничем. То есть, он с хабом только связан. По Bluetooth, да? По Zigbee. Я клацаю, клацаю, и толку. Ничего нет. Ну... Разочаровывает. Пока меня... У меня начинает подгорать, да? Меня скоро начнет бомбить, если дальше начнет вот такое дело происходить. Ну, в конце концов, реально. Исправьте. Пожалуйста, Xiaomi, блин, запарили. Я реальный юзер этой всей системы. Я специально по чуть-чуть закупаю, чтобы полностью контролировать этот процесс и осознавать, как что работает, правильно настраивать сценарий. Не хаос полнейший, накупил кучу всего, и потом фига узнает, как это настроить. А по чуть-чуть. По кластерам. Я подключаю по кластерам. То есть, по одной комнате подключается, и постепенно-постепенно увеличивается количество устройств, и все автоматизируется. Поэтому, блин, сделайте. Что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей на канале Урбанист. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Андрей на канале Урбанист. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!